Друзья, всем привет! Это Хлебомола и я Александр Матюшкин в нашей студии в офисе с Таней Смирновой и с Машей Пинкас. Таня шеф-пекарь и инженер-технолог хлебопекарного производства. Маша Пинкас одна из создателей Хлебомола вместе со мной и ведет наши мастер-классы, тоже пекарь домашнего ремесленного хлебопечения. И сегодня у нас такая идея попробовать в деле три тестомеса, три тестомесильные машины, три миксера, как еще их назвать? Планетарные миксеры. Планетарные миксеры, точно, три планетарных миксера разных категорий, разных производителей. Это Касса, Грейв и Кенвуд. Кенвуд это машина Тани, Наталья принесла ее из дома, которая пользуется в доме, реально уже знает и умеет ей пользоваться. А Грейв и Касса это такие темные лошадки для нас, они в разных ценовых категориях, разных мощностей. Но мы выбрали специально, Таня выбрала простой самый рецепт, это хлеб самый простой, нарезной батон на дрожжах. Нам важно посмотреть, как будет вымешиваться тесто. Самое простое тесто и на дорогом, и на дешевом, и средней ценовой категории аппаратах. Посмотрим, что из этого выйдет. Я удаляюсь, буду помогать в съемке, а девушки будут работать. Ну что, начинаем. У нас в дежах, у каждой машины уже отвешено сырье по рецептуре, кроме муки. У нас там опара, сахар, соль и сливочное масло. Потому что мы все закладываем сразу в батон нарезной, мы ничего не разделяем. Это очень простое изделие, это очень простое, самое распространенное хлебобулочное изделие. И мы сейчас делаем его замес в трех разных машинах. У этих машин разные крюки, у них разные по объему дежи такие, и крюки разные по форме, по толщине. По мощности. Да, по мощности они тоже разные. Можно даже посмотреть, пока мы... Вот, крюк у машины касса, вот такой, с таким, как лопаточкой на конце. И довольно-таки загнутый, очень похож на крючок, прямо на конце, на рыболовный. Так, опускаем. Ой, вот. Да, до конца. До конца, все, да. У машины граев, крюк довольно-таки тонкий. У него нет на конце такого, какого-то очень заметного закругления или лопатки, или еще чего-то. И он сам по себе тонкий, у него всего один виток. Посмотрим, как он будет замешивать тесто. И этот тяжелее значительно? Этот самый тяжелый, да. Да, этот прям самый тяжелый, его сдвинуть, вот, очень сложно. И это Кен, вот, у него крюк, я бы сказала, полтора оборота. На конце тоже нет ничего, никакой ни лопатки, ни крючочка, ничего, это уже ровно. Все, все, закрываем. Насыпаем туда муку и начинаем замес. Давай, Маша, насыпай. Вот, да, мне надо поднять, чтобы насыпать. Ага. Знаешь, а им, наверное, всем надо поднять, я вот сейчас смотрю, потому что у них, у всех, да, довольно-таки, получается, низко головы у машин. Мы использовали для теста биодрожжи, немецкие биодрожжи, живые дрожжи. Точнее, они сушеные, но выращены по специальной технологии. Так как это изделие дрожжевое, мы решили использовать дрожжи ГИО. Да, Маша? Да, вот. Все. Собственно, нам нужно простое смешивание на первой скорости. Мы посмотрим по времени, как это будет. Вообще там достаточно 2-3 минут, по идее, должно быть. Ну, посмотрим, что будет. На замес есть конкретный критерий. Докладкого эластичного однородного теста. Вот как только мы получим гладкое эластичное однородное тесто, мы выключаем каждую машину и делаем измерение температуры, выводы по консистенции теста. Смотрим, ну, в первую очередь, время засекаем, конечно, за сколько у нас все это произойдет. Так, секундомер. Время пошло. Это скорость для смешивания. Следующий. Ух ты, он с подсветкой. Да, там лампочка есть. Это интересная опция. Следующий. Маша? А как пуск? Что интересно, у Кенвода есть дисплей, но у него не идет отсчет, потому что не задана программа, он программируемый. У Грайф есть дисплей, и тоже можно задавать программы. И включился секундомер сразу. Здесь сразу включается время замеса, это удобно, потому что можно забыть отметить себе на часах, записать где-то, но здесь уже считается, и здесь показывают скорость. Очевидно, вот это 0,1, это первая скорость. И у Касо первая скорость и тоже считает время замеса. Секундомер. Секундомер, да, вообще это удобная опция, конечно. Потому что частенько бывает так, ой, а во сколько включили, кто-нибудь засек? Так, ну все, в принципе, все наши машины уже объединили тесто, поэтому мы можем повышать скорость. Мне кажется, Кен, вот быстрее сейчас крутится. Я сейчас вот эту, да, вот так вот, да? Да? Нет, Кен вот надо убрать. Кен вот быстрее. У него, да, у него очень нет там. Вот сейчас похоже. Да. Да, сейчас похоже. Давай вот этот теперь. А здесь мы, Маша, давай, ты это сделаешь, вот, все. Хватит? Да, да, я думаю, что хватит, чтобы они одинаково месились по скорости. Примерно, да, примерно они одинаково крутятся. Тесто не тугое и не слабое, и оно, в принципе, очень показательное для таких машин, потому что они с этим тестом справятся. Машины все стоят, не прыгают, кто-то за счет веса, кто-то за счет присосок. А у кассы есть присоски, которые держат машину совершенно, вот, недвижимо абсолютно. У нее шевелится голова от напряжения, да. Да, но сама машина стоит на месте, никуда не скачет. А Грайф, конечно, такая мощная машина, тяжелая, что она и не поскачет никуда. Грайф все собрал, да? Да, все собрал, все собрал, да, чистая, достаточно чистая держа. А здесь, в общем-то, как всегда, все осталось на дне, да. Да, о чем это может говорить? Это может говорить о том, что разница между крюком и дном, у них разное. Расстояние. Да, расстояние, да, расстояние. Что у Грайф расстояние ниже, поэтому собирает лучше. У этого тоже, смотри, на дне. Не отлипает от дна. И стенки погрязнеют. То есть не дособирал как бы со стенок. Ты знаешь, ну да, но масло было здесь на стенках вначале, и он его собрал. Ну вот, хорошо. Вообще, в целом, нам даже время не надо засекать, потому что на этой машине, на этой машине стоит секундомер. Мы прям посмотрим в реальном времени, сколько это будет. На больших машинах, которые промышленные, время замеса теста на батонной резне порядка где-то 8 минут. 7-8 минут. То есть там буквально перемешивается на первой скорости 2 минуты, и дальше уже 6-7 минут, и там где-то замешивается, в зависимости по состоянию теста, так скажем. Там тестомер смотрит сначала ставит 7, а дальше уже смотрит там что-то. Мука тоже бывает разная, поэтому по большому счету на домашних машинах это тоже должно быть где-то примерно так, потому что тесто очень легкое обработано. Оно не густое, не жидкое, не твердое, не мягкое. Оно такое прям вот очень-очень среднее. Именно поэтому я его предложила для такого эксперимента. Ну выглядит лучше всего пока что. Да, мне тоже пока больше всего это нравится, потому что оно полностью обрабатывается получается. Оно полностью обрабатывается, вся масса теста замешивается. А здесь получается, что часть теста остается на крюке, часть теста остается на дне у кену. И у кассы часть теста тоже остается на дне, и она не участвует никаким образом в замесе. А та, которая на крюке, на нем просто вертится, потому что стенок почти не касается. То есть либо увеличивать объем, но тогда нам не хватит высоты крюка совершенно. Он маленький очень, на дорогу. Сейчас вот 8 минут будет, и я хочу остановить и посмотреть. Как минимум вот в этой машине, потому что мне кажется, что уже не надо его месить. Оно должно стать гладко-однородно. Оно уже стало достаточно гладким. Я хочу остановить, посмотреть, насколько оно гладко. Так, ну все, 8 минут. Я останавливаю и хочу посмотреть. Здесь тоже будет 8. Сейчас будет 8. Так, открываем. Ну, здесь оно еще даже липкое. У него еще даже липкое и рыхлое. У него даже вода нормально как бы не внесилась. Не вошло. Да. Здесь менее рыхлое, более собранное. Видно, видно, что оно более развитое. Вот это вот, это тесто еще пару минут помесить, и все, его можно будет вытаскивать вот здесь. Ну, и это такое же рыхлое, мягкое, как в Кенвуде. Да, оно очень липкое. Мажущиеся, прям видно, что оно не развитое совсем. У него очень короткий подрывчик. Все, можем опускать обратно головой и продолжать замес. Остановился и начал считать дальше здесь секундомер. Хотя скажу вам, что неожиданно для меня. Крюк у меня не впечатлил изначально. Какой-то тонкий. Тонкий, да, какой-то почти вытянутый. То есть, как бы не впечатлил. Но, значит, хорошо, что я ошиблась. Я всегда рада сесть. Я ошибаюсь, потому что, да. Потому что машины нужны всякие, разные, для разных случаев. Все. Здесь, я считаю, что для батона нарезного достаточно. Что ему больше меситься не нужно. То есть, оно замесилось достаточно до однородного теста. Вон оно, видно, что оно на крюке. Вот, Маш, видишь? Оно гладкое, эластичное. Да, у него очень более длинная крюковина уже развита. Оно хорошо отходит, оно мало липнет. Мы везде клали абсолютно одинаковое сырье. Одну и ту же муку, один и тот же сахар, одну и ту же воду. То есть, у нас все везде идентичное. И по факту, грая в тесто замесилась быстрее всех. За 10 минут. Мы можем у него померить температуру, кстати. Да, вот у нас температура. Комнатная, короче, даже меньше. Даже пониже комнатной. Потому что мы брали холодную воду. Холодную воду брали. Не настолько холодную, как из холодильника. Грандт, наверное, 16, да, она примерно из кулера. Вот за 10 минут оно нагрелось до обычной рабочей температуры для такого теста. Даже для такого теста можно и повыше температуру. Ну, вот здесь у нас никаким образом, никуда не идет никакой процесс. Поэтому я прибавляю скорость, да, чтобы оно хотя бы начало отрываться, собираться хоть куда-то. Потому что как оно было прилипшим к огну, так оно и осталось. И рыхлое даже топливо. А у этого прибавим? О, смотри, у этого чуть-чуть как будто стало оно подтягивать. Подтягиваться. Да, но надо все равно прибавить, потому что явно ему не хватает скорости. А остановить подсобранное? Оно, нет, оно само подсоберется. Их если останавливать, то вместе, допустим, пару минут подождать, чтобы оно расслабилось, чтобы потом побыстрее замешивалось. Ну, вот как технологический прием использовать. Расслабление теста, чтобы потом ее опять напрячь. Ну, вот здесь дозамешивается. Тесто как лежал, так и лежит. Потихоньку собирается со дна. Да, а здесь оно уже собирается со дна. Что, собственно, ну как, знаешь, когда чистых стенок посуды, оно как раз когда вымешивается до нужного состояния, оно уже не липнет к стенкам дежи, и к одной дежи не липнет. То есть, это такое. Если ты не знаешь, что такое гладко-эластичное тесто, ориентируйся, вот оно у тебя клипло от дежи, значит, все, значит, замесился. Ну, вот здесь ничего не меняется, собственно, потому что часть теста болтается. Как будто бы форма чаши такая, Таня. Да, часть теста болтается. То есть форма чаши такая, что он не может собрать. Да, и крюк такой, и крюк такой, что он далеко очень не достает до всех мест этой чаши, и поэтому он не в состоянии просто подобрать все тесто и, естественно, подхватить. Потому что, как бы, машина-то не виновата. Это просто вот такая история с геометрией крюка, геометрией чаши и с их неудачным совпадением, как сможет. Да, мы все-таки чуть-чуть уже... Чуть-чуть собирается, да, да, чуть-чуть собирается, но все равно как бы... Таня, собралось. Собралось? Да. Ну, отлично, потому что сейчас уже нет его смысла будет мотать. Просто потому, что оно уже на крюк налипло достаточно, оно просто будет частями хлопать, а в стенку бежит. Поэтому давай поставим на паузу. То есть на 5-е собралось? Да. А на 5-е еще нет? Нет, нет еще. И это прошло у нас еще 10 минут, то есть за 20 минут, за 19. А, 8, да, нет, 8 плюс 10, значит 17 минут, да. 8 же было здесь, не 10, правильно. А здесь еще все в процессе. Вот у меня время идет, да. В целом, да, в целом у нас машина Grave справилась быстро, чисто и не перегрев тесто. Давай здесь можно померяем, потому что настолько долго месилось по сравнению сеть. Ну, хорошо развито, нормально, для батона очень хорошо, но крюке висит более-менее такой равномерный, ну, ну, в целом тоже не перегрелось. Да. Потому что вообще для батона нарезного рабочая температура 28 градусов. Да. Это обычное изделие по классической опарной технологии, с большой густой опарой, вот в данном случае, в нашем. И это абсолютно, вот для него 28 градусов, это прекрасная температура, которая увеличивает скорость. Что бы я сделала с этим тестом? Я бы уже не стала бы его мучить, я бы его оставила бы, какой есть, потому что батон так из него получится, конечно. Просто, конечно, очень интересно замесить до конца и посмотреть, что с ним в итоге будет, насколько они будут отличаться. Если бы я дома месила, я бы уже сказала бы, ой, как ты меня однодоел. Давай уже я тебя выну. Маме хорошее тесто на батон. Маме хорошее тесто на батон. Ну, вот оно, все. Опа! А это досталось очень легко. Так. Ну, разница. Какая разница? Разница здесь более однородное тесто, оно легче натягивается. Да, оно более развито. Это где играет? Да, оно более развитое. Это развитое, ну, для батона тоже развитое, но чуть меньше. И если бы мы его продолжали месить, ничего бы не было, потому что оно намоталось на крюк и просто накрутилось на крюке. Это уже не замес. То есть это уже как бы, ну, повисит оно на крюке. И чем это хочется? Ну, ничем особо и не хочется. А там у нас... А там у нас... Посмотри, что? Это у нас нерадостная новость. О, все, можно выключать. Ну, вот я же говорю, почти 30 минут. Прошло 27 минут, оно в итоге замесилось. 28 и 27. 28, 17 и 27. Да, можно выключать. Все, при этом у этого тестомеса была самая высокая скорость. Потому что на всех остальных, на более низкой, он... Потрогайте, он теплый, нагрелся в процессе замеса сам по себе. Вот. У него, скорее всего, теплое тесто, потому что я чувствую, что оно теплое. Так, вот оно какое. Оно, не сказать, что сильно развитое. Сейчас поверим в нем температуру. Раз 25 увеличивается. Ну, вот, да, оно теплее, прямо на ощупь теплее. Сразу я, когда устала, очищаюсь, чувствуется, что оно теплее. При этом мы истратили в три раза больше электричества, чем на замесах на этой машине. То есть тут с точки зрения уже домашней экономики замес в три раза длиннее, это уже много. Получается и время, и электричество, и все на свете. То есть как бы мы не говорили о том, что мы же дома, какая нам разница. да, но есть же, конечно, разница в этом во всем. И ходить на него, смотреть, опять же, постоянно следить за ним тоже. Оно самое легкое. Оно уже даже от того, что теплое, оно уже более рыхлое, потому что при повышении температуры на 1 градус, у нас ускоряется брожение где-то 10. Если я правильно помню, из всех... Слушай, а видно, что оно белее? Оно самое рыхлое, и оно самое светлое. Вот. Почему светлое? Потому что долго месяц окисляется процесс. И оно все равно рыхлое. Вот это гладкое, видно, что оно гладкое. А вот это, и это тесто более рыхлое. При этом у этого длинные такие вот, как будто вот, да, тянцы, а у этого все равно как-то... Морщинки такие. Да, а у этого рыхлое, как будто, ну, как, я не знаю, как оспеньки, что ли. То есть оно, оно по-любому не менее развито из этих плёб, по состоянию кликов. Друзья, ну вот мы замесили тестом, то есть девушки месили с тестомесами вместе, я снимал. Что, какие выводы, ну, выводы были в процессе, но так коротко, я бы подытожить хотел. Явно по времени это бы получилось по-разному. Касса справился с задачей, но в два раза больше времени понадобился, да. Если ГРФ за 8 минут вымесил тесто до нужной консистенции клейковины, то касса, это, получается, 17 минут. И Кен вот все-таки, я увидел, что не справился, не до конца, да. Месить дальше не было смысла. Для этого рецепта достаточный такой, но тесто было явно проигрывать. И 27 минут. И 27 минут. Вот. Ну, выводы, как говорится, делайте сами на нашем канале. Да. Это была очередная битва тестомесов на канале Хлебомолов, нашей студии, пекарни. Приходите к нам на живые мастер-классы. Мастер-классы Тани, Смирновой, Маши, Пенька, с Асей Мотиной по безглютенному хлебу. Также у нас в прямом эфире в телеграм-канале, в нашем телеграм-канале проходят прямые эфиры, запеки. С Таней уже было 2 запекает, а может быть, уже было 3, когда, смотря, выйдет это видео. А вообще-то у нас интернет-магазин и Граев, и касса продаются у нас. А Кен вот отправляется домой к Тане. КОНЕЦ